Сделала сейф-мув-блок. Ну что ж, начинается игра, и пока без сюрпризов. Первый метр. Нет, Кэсси против... Голливуд-стойка против... Ирн Блэка. И хорошее начало от Лара. Сразу он на комбу выходит, и вот они, миксапчики. Прессинг. И ждет броню, ждет броню, наказывает. Класс. Заметьте, у Кэсси появилась новая опция, как прессить вот эти ручки. Прессит через ручки, да. Три руки, когда она бьет вплотную, такие очень короткие, казалось бы. Вот они, вот они. И выгадывает миксап Лар. Вот они, арморы от Дангоста. Просто посчитайте, сколько он делает арморов в блок, не в блок. Парень, мягко говоря, очень много рискует. Мне это нравится. Мог ли он сейчас колесо-то наказать, которое она сделала? На такое расстояние оно улетело, что мне показалось, что это не наказуемо. Думаю, нет. Думаю, на таком вряд ли. И на футисе ловит, переигрывает его немного. Забирает раунд. Неожиданно, кстати. Последний урон был вот этот вот нанесен. Раунд 2. Голливуд-стойка лучшей защиты. Шляпу потерял где-то в этой стойке. Ох, хорошо. На приземлении ловит его Дангост. Боялся Лар в поки и получил оверх. И не смог продолжить. Опять посмотри, на какое расстояние оно улетело. Смотри, просто как они арморят друг друга. Им не нужно попадать, они пугают. Типа, смотри. Есть метр, надо делать, да? Я могу кинуть соль, а я могу вкрутиться. Ох, вот это стринг стрельбой. Кажется, что вифнул. Нет, но пулька-то летит. И в углу Лар. Вот сейчас будет сложно. Вот сейчас нужно угадывать. И нет метра. Угадать, потому что нет метра. Не пользуется, угадывает. Очень хорошо заблокировал этот бесящий стринг. Да, а Дангост, кстати, не стал делать песок. Либо успел законфермить, либо просто не стал рисковать. И опять, нет, чуть-чуть. Попадает, чуть-чуть. И сейчас скорее всего будет один-один. Не угадывает Лар. Очень мало у него ХП. Вряд ли он будет сейчас тратить в этом раунде уже метр. Нужно оставить на третий. Просто накопить побольше, нет. Ну, накопил два. Стреляет. Можно еще что делать, брейкер. Он рядом лежит щит. Надо его использовать. Обязательно. Давай, давай, давай. Вот он армор влог. Не наказывает Лар. Чуть не успел, просто, наверное, он был в шоке. Опять блокирует. Подкатывается к нему в бой какой-то. И не попадает. Весь метр использовал, но... Но молоко почти. Не в плюс, так сказать. По обоих нету метра. И третий или четвертый раз уже подряд. Ох, эндр. Грамотные блоки от Лара. Сейчас будет тик-тик-тик-тик. И нет ХП. Есть полоска на вставание, но скорее всего не будет использоваться. Оба ждут. Боятся. Аккуратничают. Последний раунд. Нужно брать первый матч. Это очень важно. И пропускает лоу. На пятый раз не повезло. Нету сейчас стамины у Лары. Это очень сложно ему будет футсить. Потому что не бегать ничего он не может. Этим Дангос пользуется. Но, к сожалению, не успевает из этого получить какой-то сильной выгоды. И вот он армор. Чуть-чуть Лар не законфердил. То первую игру забирает Дангос. Нет, еще есть чуть ХП. Чуть-чуть ХП. Вот они подкаты Ансейфова и НГП. НГП был не готов. Да. Но было сложно. Пам-пам-пам. Дангос забирает первую игру. Молодец. Пока повторяется сюжет прошлых. Нет. Финалов нет. В начале тогда выиграл Лар. 2-0 было за Ларом, кстати. А потом все-таки Дангос затащил, да? Да. А потом Дангос сделал 3-2. Может сегодня они покажут все полностью. Может я ошибаюсь, потому что там была 1-1. Но я точно помню, что Лар взял первый матч. По-моему, и второй матч. Что? Что нужно сделать? Или наоборот было? Да ладно. Не важно. Это очень важно. Важно? Сейчас мы прервемся, чтобы я узнал... А, нет, не будем, да? Не, не будем. Не будем. Ладно, не так важно. Не получалось, по-моему, в Угу. В Угу ничего сейчас у Дангоса. Точнее, все блокирует Лар, когда Дангос все время оверхед, лоу, песок. Лар все блокирует и умирает. Нет, ну 6 попыток было, и все заблокировал, но не наказал. Не наказал, нужно наказывать. Он теряется. Теряется при грамотном блоке. Посмотрим. Вот он, лоу. Конфирмит комбо. И Дангос в углу очень сложно. Угадывает. Угадывает, но не наказывает, к сожалению, лоу. И делает андсейв просто после серии, потому что рассчитывал, что Лар будет подпрыгивать и бояться его командника, от которого можно уйти только как раз прыжком. Прыжком. Да. Тогда было уперебил, но это такой неоправданный риск, что, к сожалению, он не сыграл. Работа на блоке прям. Ох, и перепрыгивает армор. Ну, не конфирмит чуть комбо. Последний удар был лишний. Не конфирмит он чуть-чуть. Хочет добить их зонами пистолетами, но нет, сидит. Мало хп у Дангос. И пытается развести на НГП. Пожалуйста, подойди ко мне, я сделаю тебе НГП. Мне так сложно, у меня так мало хпп. Снова реагирует и снова стоит в блоке, не заканчивает песком. Посмотрите, какая же игра получается. Просто вив. Слишком хорошо друг друга знают. Да. Они знают друг друга как облупленные. Все, что они будут делать, они уже представят. Им нужно друг над друга обманывать. И вот нормор. Да, конфирмит Дангос. Пошла комбо. Небольшой урон, но смог доделать до конца после икзового песка. 26 или 28 процентов. Да. Сейф оверхед. Идет опять же в сейф опсы. Вот сейчас бы сделал оверхед в колесо и было бы 40. А сейчас он валяется на полу. Как далеко она отпрыгивает после этого икзового колеса. Ох, и блочит. Блочит Дангос и наказывает потом оверхедом Ларой. И опять не смог закончить. Чуть дропает. Пробует чуть Дангос покать. Хорошо, Кэсси в атаке. Нет у Дангоса армора, сейчас надо смело его пресить. Можно срочно набирать каким-то образом полоску. И наказывает стрельбу. Очень долгая анимация, когда он кидает эту баночку и просто с прыжки наказывает за это. И будет армор, я чувствую. Я знаю, что Дангос сейчас будет армор где-то. Забыл, кстати, он ручки. Он перестал пользоваться с собой ручки. Смотри, просто подкат арморный. Лар даже ничего не делал. Он просто стоял. Просто Дангос такой, типа, а я подкачусь. Вот эти варморы иногда, это в смысле... Нижний подкат вот этот? Да. Ну и хорошо наказывает. Да, Лар красавчик наказывает. А зачем он это делает, да? Я не понимаю, потому что, когда, к примеру, противник хотя бы как-то шелохнется, знаете, прям бейтит вас там, присядет. Вы думаете, что может он нам стрельбу делать и еще что-то. Ну, вы не сможете реагировать. Это оправданно. А здесь просто в блоке. Вы реагируете на малейшее движение. А здесь просто Лар сидит в блоке, и он такой, ты в нижнем блоке. Подкат. Я лечу к тебе, драгон. А, нижний блок, блочица. И все. Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас нужно им обоим развивать то, что у них и так получалось в прошлых играх, и выяснять отношение, кто же все-таки сильнее. Мне кажется, Лар забыл про тот самый стринг, когда короткие ручки. То есть в первой игре он их использовал, здесь он ни разу их даже не попытался сделать. Не уверен, что нужен Кэсси этот стринг. Против Ренблэка или вообще? Ну, тут кто рискует и угадывает, тот и побеждает. Эти ручки дают пространство и маневр Дангасу, чтобы ставить армор в этом прессинге. Можно, конечно, на него бейтануть. Можно их иногда использовать, но нельзя... Надо понимать, что это не основной инструмент. Это не строит игру, это просто разнообразие. Я вот делаю, делаю, а потом хоп, ручки. Ты такой, о, сделай ручки, что делать, а потом опять все как надо. А если этим злоупотреблять, то от этого и пользы не будет, наверное, только вред. Я бы Дангасу посоветовал меньше кидать этих солнечных, почему я хотел сказать солнечных. Соленых бомб, которые он катит по полу. Они очень получаются какими-то медленными. Ну, на мой взгляд, нубские. И как-то... По-моему, готов. В реальной драке вы деретесь, у вас есть банка, и вы кидаёте её как бы не вот так вот, а вы её так... Катите медленно. Медленно пони закатите. Это ковбойский выбор. Бодиган смотрит, как к нему варенье банка такая подкатывается и взрывается. Я весь в малине! Что делать? Шуточки. Шуточки. Ну что, третья игра. Буквально скоро на ваших экранах. По-моему, она уже загружается, а может быть и нет. Никаких предположений. Ещё раз повторюсь, что Дангас выиграл тогда в этом противостоянии. 3-2 еле-еле. Они уже встречались. 3-2 еле-еле. На последних хп, на последних просто... Ну, не то чтобы секунды, кстати, мы ни одной битвы не видели никогда, чтобы по времени не закончили. Мы ещё не видели Заб-Зиро, потому что... Мы не видели Заб-Зиро! Этот парень умеет тянуть время. Вот два грандмастера Заб-Зиро встретятся и будут победы по времени. Вот это вот прям матчап. Это такая... Я бы хотел, чтобы все играли за грандмастера. Заб-Зиро мы просто бы два часа чистого наслаждения получали. Эти клоны, эти заморозки, а потом клона, а потом заморозки. Мне кажется, на зрелищность турнира это, наоборот, как-то негативно бы повлияло. Если вы любите лёд, то нет. Надо ещё просто достать из холодильника формочку с льдом и вот так вот себя посыпать, чтобы прям в нирвану входить. Кто-то, кто проиграет, не получит денег. Тот, кто выиграет, гарантированно получает 100 долларов. Почему-то. Дальше будут сражаться ещё и за призовые. Призовые, соответственно, первое место 500 долларов, второе место 300 долларов, третье, четвёртое по соточке. По соточке. Вот. Ждём мы, пока всё-таки игроки будут готовы. Мы сегодня ещё раз повторюсь, постараемся минимум всяческих перерывов делать, уходов на рекламу, которые вы видели просто уже по 50-му, наверное, кругу. Буквально, когда закончим одну четвёртую, разок всего уйдём на перерыв. И тоже небольшой. И договоримся, чтобы вы их запомните, чтобы нам не надо было их запомнить. Да, а вы в ответ сделайте, пожалуйста, так, чтобы позаходили хотя бы в ВКонтакте, в группы. А то нам там одиноко. Мы там пишем, пишем, а никто не читает. Там так классно. Там так классно. Там так классно. Можем, конечно, рассказать, кто следующая пара, но, мне кажется, для этого ещё будет время. Тут, к сожалению, нам сообщили, что они уже играли вторую игру, третью игру. Игра вылетела, к сожалению. Но 2-1 Лара, счёт. И смотрим четвёртую игру. Ведёт Лар 2-1, запомним. Мы даже видим это. И метр забирает. Нужно что-то Дангусу делать. Сейчас нужно ему убрать этот матч. Если он проиграет, матч-поинт для Лара. И наказывает, хорошо. Миксап. Ну, в этот раз увереннее. Разыгрался Дангус. Разыгрался, как надо, да. Столько раз дропал эту камбу. И выходит на сейв. Вот эта экзовая бомбочка как раз она даёт сейв Миксап. То есть песок можно наказать. Её нет. Но вы тратите метр. Не хотел рисковать Дангус. И, как оказалось, не зря. Потому что срочно нужно тратить метр. Целых три полоски простаивают. И вот он арморчик. Брейкер. Нет стамина у Лара. Сейчас побежит с ним Дангус наказывать его. Как же он классно блокирует. Наказание за Ифирс. Ох, мало хп у Дангуса. И нужно угадывать. Не угадывает. Когда я вижу игру против Эрен Блэка и человек блокирует эту стринку, у меня просто на душе такая радость, что на самом деле это возможно. Да, друзья, если у вас тоже не получается, посмотрите на это. Это возможно. И вот он армор. Очень мало хп сейчас у обоих. Как он успел поставить лоху, боже? Нет, причем он даже не наказывает. Он не успел, но просто Лар сел. К сожалению, стало ему страшно. Почему он успел? Раньше он не успевал. Вот он вплотную прошел. Ну там, видимо, в последней фрейме как раз чуть-чуть поздновато Лар, видимо, прыгнул. Еле-еле Дангус успел. Уходит в какую-то оборону сейчас. Эрен Блэк? Не то, что боится. Да, пытается как-то поймать. Хорошо. Иди на меня. Я прыгну на месте и сделаю НГП. Как раз именно это и делает. Классная опция. Не хочет Дангус отдавать третью игру. И ловит. И в углу смотрим, что он... На что же он... Это будет больно. И нету брони у Лары, нечему вставать, нужно ему все угадывать. Нога у него добавляется в углу. Наказывает армор. Дангус чуть не угадывает и кидает армор. Рановато. Байтанул его на это Лар. Развел. И теперь у них одинаковое хп. И комба. Не дропает. И лоу. И дропает лоу. Опять булки хорошие булки. Ой-ой-ой. Все. Нет. Почти 2-2. Очень страшно. Сейчас Лар идет в атаку. Сейчас Лар может закомбетчить. Когда не доделаешь кафе, получаешь по лицу. Это как... Гарантированная напрыжка. Забиваешь ты, забивает тебя. И отгадывает. Очень мало хп. Очень мало хп. Чем будет добивать? Нет. Экзовые шары. Экзовые шары. Это так? Все. Да. Никакого армора уже не помогло бы. То есть армора он не дает инвулов. В этой игре нету инвулов. Он дает броню. А если у вас нету хп, чтобы эта броня сработала, то вы умираете. Сот я подумал, что это вообще последний раунд. На самом деле 1-1. 1-1. Нужно дангусу брать. Ох, как много прыгает Лар. И перебивает. НГП Лар. Прочел. И наказывает. Тун-тун. Опять гарантированная атака. И миксап. Нужно дангусу агрессивнее что-то делать. Что-то предпринимать. Прыгать на месте. Мячом своим. Оверхед не угадывает Лар. Миксап. Теперь он балансится, как, не знаю, мячик. Тридцаточка плюс 5, который в конце будет еще тикать. Смотрим на хп. Уходит она. И отличный антикроссап. Просто апперкотом. Метра в никуда. И сейчас у Лара совсем нету метра. Никак его не набрать, естественно, с того, что он в другом конце экрана. Если Лар пропустит арморчик от дангуса, ему будет очень сложно. Потому что одна комба, и у Лара совсем мало хп останется. Попытается застрелять. Пробует отзонить Лар. Как же страшно под конец. Пробует он, мне кажется, метр накопить этой стрельбой. Хочет он хотя бы один метр. Может быть для страховки. Да что не творит. Армор в никуда. Очень страшно обоим игрокам. Одинаково метра. И ловит его. Нет, но дробует кому. И армор. Мало хп у Лара, но... О, я верхед. Попытался секретно. Не наказал, не наказал. Оверхед ансейфный. Просто сапоги в лицо. 2-2. Повторяется. Повторяется это противостояние. И просто мимо. Сложно. Пьяный ковбой, видимо, пролазывает. Я повторяю, что вы пропустили одну игру, но не попала она на ваши экраны. И вы видели 1-1 счет, но на самом деле он уже 2-2. 2-2. Вот так. Настолько быстро все. Решится все в последней игре. Решится. Мне показалось, Лар стал увереннее играть, а Данго с вот эти бесконечные бутылочки и прыжки. В прыжки на месте. Бутылочки сделали свое. Сколько он... Раза три он точно бутылочкой попал. Попал. Чуть-чуть. Эти баночки с солью... Он стоит на другом конце экрана и просто прыгает сейчас со своим мячом. Он ждет, подходи ко мне, я попаду. Он ловит. Он пытается ловить, да. Потому что мид-игра у Кэсси, безусловно, сильнее, чем у Эрен Блэка. И единственная опция, которая у него может перебить ее в футсис, это НГП. То есть он использует его сам как футсис, ну, механику. То есть пытается поймать на движении вперед. Ты заметил, как немножечко обучился стрельбе в воздухе? Вот сейчас... Сейчас не показывал. Когда эти бутылочки кидает, теперь Кэсси вдруг стала стрелять. Самое время, значит, достаточно стараться. Миллиметры от земли. Раньше этого мы не видели, кстати. Ох. Одинаково ХП у них. И вот он армуар. Единственный был Барт у Дангаса, и он его варморчик. Чего бы нет. Да, и преимущество в 24% он тебе точно имеет. А это четверть здоровья 24, черт побери. Это очень хорошо. И Кэсси пытается прийти, не успевает наказать... Здесь такие классные Лианы, почему никто не использует? Давай, давай, прыгай на нее. Прыгай на Лиану. Прыгай на Лиану, и пусть тебя докажут на 50% за это. Это же так весело. Нет, не которая посередине, а там. Мне посередине больше нравится. Можно просто... Ой, мало ХП у Лару. Очень мало. Нужно что-то делать. Ай-яй-яй-яй. Давай. И вот он, меч сверху, просто. Неужели все повторится? Давай, Лар, сберись. Сейчас раунд, если Лар не возьмет... Ну, он должен взять. Как он не возьмет? Соберись. Вот она, Лианы, вот она. Послушал, по-моему, запущен стрим, и он слушает подсказки. Да, да, он просто не понимает, что Лиана это самый мощный инструмент в игре. Опять хороший блок, но нет. И НГП. Попытался выбраться из угла, прочел это данго, свин наказал его. Давай. Лара 2 метра. Так как же так, опять не отгадывай. Сейчас у него будет 0, нужно ему брейкер, наверное, использовать. Да, он делает брейкер. Последний шанс вырваться из угла. Его нет, но не конфермент, к сожалению, чуть. Еще раз ошибется. Вот он миксап, нужно, наверное, рисковать. Хорошо. Нет, не наказывает армор и не конфермент стринг. Что ж такое? Давай комбу уже. Делает лол. И вот он, командник. Да, очень сложно уйти от этой серии в командник. Там нужно очень хорошо угадывать. Ну, продолжит. Да. Есть. Есть продолжение прессинга, нет. И наказание. Отгадывает. Да. Очень мало ХП Лары. Очень мало. Очень мало. Сейчас буквально последний пиксель. Все, ХП у него нет. У него останется пиксель. Нужно немножечко постоять блоки Дангоса, буквально пока закончится. Все. Три-два. Поздравляем Дангоса. Ну, чуть-чуть опять Лары не хватило. Я бы сказал, все по-честному. Кидают он как раз баночку с солью. Сделают просто завод. Я до сих пор не могу понять этого поталить. Вот что в этих... Там спрессованный песок? Ну, я не знаю, кто так может спрессовать песок, чтобы из маленькой баночки было вот так... Это магия. Магия? Надо спросить у ковбоев. Дангос, Эрн Блэк.